Это видео для тебя, если ты считаешь, что говорить с красивым акцентом это удел голливудских звезд или аристократов. Сейчас я докажу тебе, что красивое произношение важно иметь любому человеку вне зависимости от возраста, статуса и образования. Hello darlings, my name is Jenny Ivanova and I'm happy to welcome you to my YouTube channel, где мы говорим об особенностях британского произношения. Не забудь поставить лайк на это видео, подписывайся на канал и поехали! Сравни речь вот этих людей и скажи мне, кто владеет английским более профессионально. Я уверена, что ты выбрал второй вариант, несмотря на то, что была использована простая лексика и грамматика. О чем же это говорит? Если у тебя красивое произношение, то люди думают, что твой уровень владения английским высокий. Даже если это не совсем так, на самом деле. В большинстве случаев слышат не то, что мы говорим, а то, как мы говорим. Наверняка тебе знакома ситуация, что ты вроде бы неплохо владеешь английским, но понимать беглую речь носителей прям тяжело. Жиза? Знаешь, почему так происходит? Нашему мозгу очень сложно считать то, что мы сами не можем произнести. То есть, если знать, как произносятся фразы, как делаются определенные звуки во рту, где они находятся, как звуки соединяются в речи, то это очень сильно влияет на навык аудирования. Это совершенно точно, потому что у нас же там есть всякие нейронные связи, вот это вот всё. Это правда. Работа с произношением помогает не только произносить лучше, но и слышать лучше. Работа с произношением – это работа на уровне тела. Устранение зажимов, улучшение дикции и повышение навыка владения собственным голосом. Вы начинаете испытывать невероятную радость движения, осознаёте все части собственного тела и уже не понимаете, как можно было раньше жить без тренажёрного зала. Так же и с произношением. Работа с произношением поможет вам начать кайфовать от своей речи на уровне тела. А где кайф, там уверенность в себе, согласны? Если ты учитель или родитель, то ты становишься ролевой моделью для своих учеников и детей, когда говоришь по-английски, правда? Тут, я думаю, комментарии о важности хорошего произношения излишни, потому что всё понятно. Следующая причина плавно вытекает из предыдущей. Если ты учитель, то работа с произношением и постановка акцента позволит тебе объяснить своим ученикам, как правильно ставить звуки, как правильно произносятся слова, как сделать их речь более красивой и уверенной. Ты не просто произносишь слова красиво, но и сможешь объяснить ученику, куда ставить язык, какая здесь интенсионная конструкция, как звуки соединяются в беглой речи и почему сказал он именно так, а не по-другому. Шестая причина – это боль. Нет, но на самом деле почти да. Если ты всю жизнь учишь английский, неплохо читаешь, понимаешь, но до сих пор боишься говорить, то, возможно, причина как раз в том, что нужно изменить угол зрения, изменить подход к процессу. Никогда не думали об этом? Разве заучивание списков слов и раскрытие скобок в учебнике поможет тебе поддержать непринужденный разговор в кафе с носителем-коллегой? Попробуй подойти к произношению вот с этой неожиданной точки зрения и заняться фонетикой, потому что это достаточно веселый и необычный процесс. Ты наверняка никогда такого не делал, когда учил английский. Вот эти всякие скороговорки, вот эти всякие дикционные упражнения, стихи... Ой, мамочки! Чтение стихов в прыжке, упражнения на дыхание, и вот эта вот запись себя на видео, shadowing, это же очень прикольно и весело, это необычно. И, скорее всего, ты заново влюбишься в английский или вообще в первый раз влюбишься, если ты еще не влюблен, потому что работа с произношением это очень весело и необычно. Звучать как носитель. Что не так с этой фразой, как ты думаешь? На мой взгляд, тут есть какой-то элемент стыда или чувство вины за собственный акцент. Родной акцент. Я предлагаю взглянуть на ситуацию иначе, даже если у тебя суперский акцент, очень крутой, very native-like. Рано или поздно в разговоре с носителем ты, скорее всего, спалишься из-за какой-то специфической культурологической лексики, каких-то особенностей и так далее. Но разве же это важно? Совсем нет! Крутой акцент нужен не для того, чтобы водить людей за нос, а для того, чтобы показать свое уважение к культуре, получить заинтересованность и уважение собеседника. А это может открыть много дверей, правда? То есть, если у тебя хорошее произношение, то тебя не просто приятнее слушать, но и намного проще воспринимать твои идеи. Собеседнику или слушателям, аудитории не нужно напрягаться, чтобы понять, что ты там вещаешь, а это тоже про уважение. Ты можешь выделиться среди коллег, тем, что настроен на профессиональный рост и развиваешься в языке. Вот наглядная иллюстрация моих слов. Это написала одна из моих подписчиц в Инстаграм. Она рассказала историю о том, что начальник запомнил именно ее на собеседовании, потому что она рассказала, что мечтает поработать над произношением у меня на курсе. Если ты фрилансер и работаешь с английским, преподаешь его или используешь в общении, то красивый акцент поможет тебе поднять цену на свои услуги и выгодно выделиться среди конкурентов. Поверьте, даже человек очень далекий от фонетики с первых звуков сможет отличить хорошее произношение от плохого и сделать свой выбор. Ну что, получилось тебя убедить? Или до сих пор сомневаешься? Пиши в комментариях, какие еще причины могут быть для того, чтобы работать над акцентом, а также какие ты хочешь видеть темы на моем канале. Работа с произношением – это ключ к успешной коммуникации, потому что она помогает нам не просто звучать красиво и уверенно, но еще и улучшает наше восприятие на слух. Поставь лайк и, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. До встречи в новом ролике. Они, кстати, выходят каждую неделю.